Момент аварии зафиксировала камера наружного наблюдения. На протяжении всего 20-секундного видео виновник находится в кадре. Вот его темная машина в верхнем правом углу. Мирно стоит у тротуара, и на дальнейшее столкновение нет и намека. Но через мгновение происходит резкий разворот. Сейчас о ДТП напоминает разве что вот этот сдвинутый с места фонарный столб. Кстати, светильника тоже нет. Он слетел. Видно было, что водитель, у которого был приоритет, пытался уйти от столкновения, но не получилось. Он влетел сюда. И интересно, что даже сейчас многие автовладельцы поворачивают через трамвайные пути. Здесь нет разметки. Это не запрещено правилами. Но тем утром владелец серебристой иномарки не ожидал, что кто-то будет с крайней правой полосы резко уходить влево, да еще и не посмотрит в зеркала. В итоге ситуация зеркальная. В каждом автомобиле по две пассажирки. И они получили травмы разной степени тяжести. А водителям ничего. По прямой на Литейном есть Мариинская больница. И пострадавших быстро доставили туда. Трех девушек 19, 30 и 34 лет поместили в реанимацию. На сегодняшний день состояние всех пациентов является стабильным. Но пациент, который 19-летний, оно тяжелое стабильное. У всех в основном превалирует черепно-мозговая травма, есть повреждения груди. Мы, в принципе, двоих пациентов готовим для перевода уже из реанимации в отделение. И было бы это рядовым ДТП. Кто-то кого-то не пропустил. Если бы не несколько «но». Водителям, который резко выдвинулся влево, двигали психотропные вещества. Это показала экспертиза. А подбил он человека, который вообще должен передвигаться пешком. Этим летом владельца серебристой иномарки лишили прав. Усугубляет ситуацию и то, что оба тем утром таксовали и везли пассажиров. Кажется, в момент точки невозврата все совпало. Еще раз смотрим на автомобили. На них нет не то, что маячка с шашечками и названием такси. Нигде не написано, к какой фирме они относятся. Скорее всего, двое автовладельцев скачали приложение агрегатора перевозок в смартфоне и вышли на линию. Проверял ли кто-то у них наличие страховки и прав – неизвестно. А медицинский осмотр вообще не предусмотрен. Есть агрегаторы чуть более ответственные, есть агрегаторы чуть менее ответственные. Никакой таксомоторной компании в полном виде, которая имеет площадку, станцию инструментального контроля, осуществляет выпуск на линию, выпуск на линию. Пересадка водителя осуществляется в помещении таксомоторного парка. Вот это вот все должно быть. Контроль доктором в процессе движения. Так что пострадавшим требовать компенсацию будет трудно, потому что не у кого, если только у самих автовладельцев. В этом смысле любой пассажир, разводит руками специалиста, не застрахован от ненадежного водителя или транспортного средства. Правда, уже сейчас такси стали тормозить не только обычные прохожие. Инспекторы ГИБДД начали проверять лицензии на пассажирские перевозки. Антон Зыков, Илья Кондратьев, Валерий Аксенчик и Мурат Расульзаде. НТВ, Петербург.